Мы построили военный лагерь рядом с этим существом, чтобы установить контакт. Оно лишь издавало звуки время от времени, когда мы пытались поговорить с ним. До этого момента. Такой разговор я услышал от одного из солдат, в день, когда началась атака. Прячьтесь! Бегите в палатку! Немедленно! Ребят, уходим! Внимание, штаб! Существо атаковало вертолеты. Возможно, есть погибшие. Срочно нужна помощь. Повторяю, нужна помощь. Черт, что со связью? Оно лишило нас электричества. А ну быстро убирайтесь в укрытие! Здесь опасно! Давайте, ребята, уходим! Юрий, есть еще один автомат. Егор? Хорошо, я с вами. Егор, ты шучишь? Я должен им помочь. Бегите в палатку, прячьтесь и ждите указаний. Это его герой с это добра не доведет. Егор, постой! Дай мне ключи от машины. Ты же ведь водить умеешь, да? Ты что, сомневаешься во мне? Петя, зачем тебе ключи? Я сбегаю до машины, попробую ее завести. Может, еще получится уехать отсюда. Э, мы еще ничего не решили, нужно пережидать атаку. Ребят, я сбегаю с Петей. Мы подгоним машину к палатке, если все получится. Ну давайте же, скорее уходим! Илья, пожалуйста, будьте аккуратнее. Перед просмотром хочу порекомендовать один из топовых серверов, а именно DivineCraft. Фух, поехали! Сервер, который удивит тебя всего за 30 секунд. Начнем! Всем привет, друзья! С вами Закриель. Выживание, Скайблок, Креатив, а также мини-игры, Анархия, Игра в Кальмара, куча режимов, Спавн. Ну, он здесь тоже есть. И... Играй свободно. А по моему промокоду ты получишь привилегию Вэрриор на 3 дня, а также 10 дивинити. Ссылка в описании. Петя, стой! Фух, дай мне ключи. Ты ведь не умеешь водить. Ну хорошо, держи. Ты молодец. Хорошо, что взял ключи у Егора. Зачем он побежал к военным? Он ведь может умереть там. Он ведь сам бывший военный. Это его долг. Он обязан помочь своим. Он просто бездумно жертвует собой. Он мог отказаться. Молодой, бухгалтер, вперед! Стреляй, давай, огонь! Ты слышал? Сюда прибежали остальные войска. Давай, давай, побежали! Ну что, пробуем? А если она не заведется? Что тогда? Тогда придумаем что-нибудь другое. Фух, ну давай. Ну? Ну что, почему ты ее не заводишь? Стартер не проворачивает. В аккумуляторе нет заряда. Может, просто отошел провод или еще чего? Монстры прибежали, потому что глушилки больше не работают. Это гигантское существо вырубило все электричество. Глушилки раньше не работали, помнишь? Монстры перестали реагировать на тот аппарат. В этом лагере стоят другие глушилки для монстров. Они работали все это время, пока мы были здесь. Уехать на машине мы отсюда теперь не сможем. Тогда надо бежать пешком. Мы не можем оставаться здесь. Это тоже не выход. Сейчас сбегаем с ребятами. Машина хотя бы бронированная. Мы не сможем укрыться от обычных монстров. Блин, там ведь Егор. Петя, нет! Что ты там собрался делать? Там есть кому помочь. Бежали за ребятами. Петя, в машину. Чувствую, это все плохо закончится. Мы не можем сидеть в машине. Надо спасти остальных. Не кричи, спокойно. Надо выждать с правильного момента. Когда все монстры убегут. Думаешь, они когда-нибудь закончатся? Ну, вряд ли эта гигантская тварь их призвала. Скорее всего, они бегут на звуки выстрелов и взрывов. С чего ты взял? Да потому что, если бы этот гигант их призвал, нас бы в живых уже не было. Все, тихо. Почему больше никто не стреляет? Что с военными? Да откуда мне знать-то? Так, сейчас быстро добегаем до палатки и возвращаемся с ребятами обратно. Ты готов? А что если мы пересечемся с монстрами? Ну, на этот случай у меня есть ружье. Но это в крайнем случае. Если все-таки мы увидим монстра, то нужно просто замереть и не издавать ни единого звука. Понял меня? Хорошо, я постараюсь. Ну, наконец-то. Что с машиной? Где вы так долго были? Машина не заводится. Власти, спрячемся в ней. Ты уверен, что там будет безопаснее? По лагерю теперь бегают толпы монстров. Думаешь, за этими кроватями мы можем спрятаться? А что с Егором? Эта гигантская штука напала на военных? Нет, она только отключила все электричество. Ну и в лагерь сбежались эти мелкие существа. А что с Егором? Я не знаю даже. Так мы останемся здесь? Или все-таки пойдем в машину? Так Илья, дай мне ружье. И не направляй его большему в сторону. Идем в машину. Стоять, оболтусы! Мне нужно объяснять, как вести себя при встрече с этими тварями. Ладно, вижу, вы не первый день варитесь в этой херне. Все, бежим до машины и не звука. Почему все затихло? Военные убили монстров? А этих существ вообще возможно убить автоматом? Так кто его знает? Пока что мне не довелось этого проверить. И слава богу. Я не понял, вам что тут? Вечерние посиделки? А ну молчать, ребятки! Вот казалось бы, военный лагерь, безопасное место. А мы опять от этих тварей на карачках бегаем. Еще немного, и мы смогли бы улететь отсюда. Буквально пару минут. Ты не прав, Илюх. Нам еще крупно повезло, что мы не успели подняться в воздух. Сейчас бы военные еще и нас пытали спастись из горящего вертолета. А может, у нас сейчас бы никого спасать бы и не пришлось? Так что, мы будем просто сидеть в машине и дожидаться непонятно чего? А вдруг монстров же всех убили? Э, ты глупости-то не говори. Уж не знаю насчет этих солдатиков. Наш Егорыч нам точно всех перебьет. Так а нам что делать? Мы не можем просто сидеть на месте. Ты что, предлагаешь нам всем пойти в атаку на монстров с одним только ружьем? Может, стоит сходить на разведку, узнать, что там происходит? Ну уж нет. Я тут как самый старший, и я за вас всех отвечаю. Мы будем сидеть в машине и ждать указаний от военных. Может, с самого времени уже электричество появится. Сможем уехать. Ну, раз дед сказал сидеть, значит, будем сидеть. Я не понял, Тайна, это чуть-чуть, в какие рамки уже? Лер, ну ты хоть скажи этого оборванца. Ты сейчас от меня такую плюху получишь. Да хватит. Может, сейчас Егору нужна наша помощь, а мы просто сидим здесь. Вдруг он уже не вернется. Если солдаты не смогут ему помочь, то мы уж подавно. Пусть все уляжутся. Потом сходим в медпункт и узнаем, что происходит. А медпункт тут при чем? Туда принесут тех раненых. Не штаб же их понесут. Мы просидели в машине, часа три не меньше. Минуты длились, словно часы, а Егора все еще не было. Однако вскоре начали появляться военные. Кажется, атака закончилась. Ху, вот вы где. А я вас в палатке ищу. Что с Егором? Атака закончилась? Не было никакой атаки. Прародитель создал электромагнитный импульс, подействовав на все источники питания. И теперь... Так, а с Егорычем ты че? В медпункте ваш Егор. Его взрывом задело. Что с ним? Он в порядке? Да нормально с ним все. Скоро отпустят. Фух. А ему можно сейчас навестить? Не, ну если вы всей толпой туда придете, то, конечно, вас не пустят. Тогда я один до него сбегаю и вернусь. Ребят, не против? Передайте ему от нас пламенный привет. Пускай скорее выздоравливает. А-а-а! Это еще что за херня? Землетрясение что ли? Спокойно. Это прародитель. Вам не стоит переживать. Он просто таким образом проверяет, кто где находится. Не стоит переживать? А для чего он это делает? Я же говорю, с помощью вибраций от земли он ориентируется в пространстве. В лагере ведь безопасно. Нам не стоит волноваться. На смотровых вышках стоят солдаты, в случае чего сможем обороняться. Но электричества нет, и пугалки от монстров, соответственно, не работают. Так, достаточно вопросов. Илья, ты идешь со мной? Да, конечно. Данил, я скоро вернусь. Я отведу тебя в минпункт и уйду. У меня очень много работы. Работа? Компьютеры ведь отключены, и электричества нет. Когда вообще появится электричество? Это прихоть прародителя. Надеюсь, совсем скоро он перестанет издавать импульсы. А для чего вы вокруг него целыми сутками кружились вертолеты? Вы ведь тратите кучу топлива. Да и что эти два вертолета смогли бы сделать против такой махины? Как ты не прав, парень. Видишь ли, монстр уже давно изучил наш язык. Однако мы так и не можем наладить с ним контакт. Ученые на вертолете уже вторую неделю пытались научить его буквам и звукам, объяснить принцип человеческого языка, в частности кириллицы. И у нас получилось. Он общается с нами посредством разных тональностей. Ты ведь слышал его рев? И что? Он отвечал на ваши вопросы? Пока что нет, но мы уже близко к первым результатам. Мне пора. Вот медпункт, дальше разберешься сам. Хорошо. Постой. Это ведь нормально, что он начал шевелиться. Да он вон вообще светиться даже начал. Прародитель окончательно проснулся. Я не знаю, что нас теперь ждет. Господи. Ну если уж военные не знают, что от него ждать, то нам точно здесь не стоит оставаться. Как минимум надо поскорее уезжать. Егор? Ты к Егору? Ну проходи. Только недолго. Егор! К тебе пришли! А! Илья, здравствуй! Что у вас там? Вы в порядке? Да, вроде да. Ты что кричишь? Ты что говоришь? Да я нормально. Вот только от взрыва немного слух пропал. Контузило твоего напарника. Это скоро пройдет. Только ты теперь погромче ему говори. Не слышит ведь ничего. Как так получилось-то, Егор? Да вертолет взорвался. Мне еще повезло. Я достаточно далеко был от места взрыва. Господи. Ты ведь умереть мог. Зачем ты вообще туда сунулся? Нет, Илья. Меня завтра выпустят уже. Меня же медпункт вообще в обморочном состоянии. Доставили. Ох, Егор. Кто о чем? Я говорю, лучше бы ты не геройствовал. Ты нам живым нужен. Живых? Да, там без жертв не обошлось. Ах. Юрий. Тот. Который помогал нам. Он ведь в реанимации сейчас. За него врачи борются. Блин. Если бы не он, мы бы не попали в лагерь. Я его успел от вертолета оттащить. А там бац. И еще один взрыв с другой стороны. Мне вон рассказывали, что потом толпы монстров на звуки прибежали. Я, знаешь, будто снова на боевых действиях побывал. Ты ведь понимаешь, что нам надо уезжать отсюда? Здесь становится опасно. Твой друг только что мне сказал, что прародитель проснулся. Бог его знает, что теперь от него ожидать. А мы и защититься не сможем. Да нет, Илья, здесь кормят хорошо. Это же медпункт. Солдат здесь быстро восстанавливают. Ой, ладно. Отдыхай. Отдыхай, Егор. Я передам ребятам, что с тобой все в порядке. Да, давай. Я завтра уже бодрячком буду. Вернусь к вам. Осторожнее там будьте. Вы уже уходите, молодой человек? Он правда к завтрашнему дню начнет слышать? Да. Острая форма. Средняя степень тугоухости. Он поправится. Не переживайте. Ты вот на кой черт они к нашей палатке охранника поставили? Да если монстры прибегут, что он один сделает? Вы как хотите, а я буду в обнимку с ружьем спать. Все. Мало ли. Может нам стоит уйти из лагеря? Вас не смущает, что прямо сейчас снаружи огромный монстр? Илья сказал, что теперь мы не знаем, что от него ожидать. Вы посмотрите, он даже светиться начал. Может он так злится? А куда мы пойдем пешком? Да нас мелкие монстры сразу же сожрут. Я конечно понимаю, я вот подумал только что. Здесь безопаснее. Среди военных. Давайте как только электричество снова появится, уедем как можно дальше отсюда. Да я спать теперь не смогу. Это существо ведь начало шевелиться. Так, девочки, успокойтесь. Илья прав, никуда уйти мы не можем. Лер, я поговорю с командиром, возможно нам действительно стоит сейчас уехать. Вряд ли теперь нас смогут отправить в убежище. Им явно не до этого. Они ведь обещали отправить нас в убежище. Наверняка там уже ждут нас. Нельзя терять надежду. Я уверен, все получится. Эх, дай бог, Петька. Дай бог. Как бы я не хотел, спать у меня не получалось. Да, так или иначе, это гигантское существо даже не двинулось с места и, как сказали военные, атаки толком не было. Но прародитель был явно настроен враждебно. Иначе бы из-за него не погибли пилоты вертолетов и еще несколько военных. Но-но, успокойся, малыш. Я вернулся к тебе. Тебя больше никто не обидит. Да что же они с тобой сделали? Эй ты! Какого черта ты здесь делаешь? Ты кто такой вообще? Не золей меня. Иначе ты очень сильно пожалеешь. А ну быстро лег на землю. Руки за голову. Малыш, кажется тебе пора проснуться. Малыш, ты ничего не попутал, а старик? Проснись. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Я разрешаю тебе. Теперь ты можешь сделать все, что захочешь. А у меня есть еще одно тельце. Так-так. Пора повидаться со старыми друзьями. У меня для вас сюрприз. Девушки отдыхают. Прямо сейчас. 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 За первое время. Ира, я помогу тебе. Мы вместе справимся. Да нет, Петя, мне уже легче. Спасибо тебе. Ира, мне не сложно. Я читал много о психотерапии. Я правда могу тебе помочь. Петя, ты серьезно? Ха, воспитала пацана, а, Лерка? Ты береги его. Я тебе говорю, береги. Ира, ты куда? Я пойду на свежий воздух. Давайте собираться. Электричество ведь уже появилось. Прием, меня слышно? У нас мало времени. Вы должны задать только один вопрос. Девятьсот метров до монстра. Мы рядом. Мы ведь очень рискуем. Прародитель может снова создать импульс. Мы потеряем еще пилота? Замолчи. Мы должны поговорить с прародителем. Он готов к этому. А что, если он не захочет говорить? Триста метров до монстра. Мы на позиции. Спокойно. Все в порядке. Продолжаем операцию. Прием. Он видит вертолет. Господи. Мы готовы. Действуйте. Прямо сейчас. Прием. Цель вашего прибытия. Мы записали его голос. Все готово. Опускайтесь на землю. Прием. Ну так что? Что он ответил? Молчать. Дайте мне минуту. Он сказал. Он сказал мир. Кажется, они пришли с миром. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин